Егор Томск, нужно всех последовать в чат, в WhatsApp, в интернете добавить, чтобы мы там варились, обмелились, опытом дружили. Вы знаете, Егор, я вас прошу, мне часто говорят, вы делаете то, то, то. Вот я, например, создаю фильмы, вот сегодня я их сделал четыре. Приезжают, я узнал, что у них в Красноярске творится, я же им рассказал, что у меня. И показываю, рассказываю, все время пронизано все учебы, учебы, учебы. Но настолько это делается ненавязчиво, что человек считает, что он просто смотрит интересную картину в уникальном саду, да, и чему-то учится. А потом мне нужно взять девочку и говорить, что у тебя 200 рублей очередные. И я таких денег, я на первых, кстати, в фильмах, на первых, я потерял, я никого не просил, 250 тысяч за, как это называется, за мотаж фильмов создал. Я сам ничего не умею. Я могу походить с камерой, а потом, что дальше? Вот. И вот, понимаете, чтобы я мог нормально существовать, продолжать эту, надеюсь, полезную работу, мне кто-то бы прислал 100-200 рублей на мой электрон, не на электрон, а на этот. То есть имеется в виду на мой телефон там. Все его знают. 8, 960, 776, 8672. Вот. А вот когда мне, когда советы дают, вот нужно бы, чтобы мы варились. А кто будет лидером этого, чтобы варились? Я уже не могу, я даже не умею этого делать. Мне создали канал, я туда фильмы вставляю. Девочка за 200 рублей сделает мне очередной, а таким уже сотни. А у меня уже столько денег нет. Пожалуйста, помогайте. 100-200 рублей хотя бы. Вот. А Ремлик, я вспоминал его, вот он. Среди, вот сейчас он среди вас. Да. Он мне 10 тысяч прислал. А знаете, сколько 10 тысяч? Я 50 фильмов создал, говорю я ему. А они все в Ютубе. Скажите, Александр Алексеевич, вы деньги мне подарили? Или мы помогли девочке создать фирмы? Студентки, которые ничего нет, кроме штупендией, как это называется, колледжа. Вот так вот. Так что давайте так, Егор. Может быть, вы создадите, обмениваться, дружить. А просто совет давать, но не получается. Вот. Не мое это. Есть канал, сделали мне его. Я в этом и живу. Так. Сергей Амур. Зея, Волга. Все-таки Амур, Зея или Волга? Амур это Зея, а Волга. На абрикосах железов нет ли? Шелковица от железа, с дерева Алексея приживается. Алексей, это самое, молодец. Сереги абрикосов привитые, живут. Кусочки любых сортов порастаются, становятся мощными деревьями. В общем, все хорошо. Спасибо, Валерий Константинович, вы грамотный человек. Антоха, привет. Так. Значит. Спасибо вам за добрые слова. Дело в том, что Дальний Восток, у меня большинство абрикосов, же оттуда, ваа. Начинаете рассказывать, сколько их оттуда? Европейцы есть, но в три раза меньше. И вот получается, что именно там, то, что от меня идет на Амур, Приморье, в Хабаровский край, на Сахалин, даже на Камчатку, это все становится, как вы пишете, мощными деревьями. Почему? Возвращая на вашу родину. У вас был такой период, который называется растерянность. Саженцы покупали огромный. Вашу саженцы в Дальний Восток покупали китайцы. И раздавали людям, чтобы они, не это, зубы не сыпались, чтобы у них были витамины. Раздавали людям. У нас это невозможно считается. Представляю, крупную партию покупает государство, у Сергея Железова, выкупает все за хорошие деньги. Вот. И раздает вам. Что, смеетесь? Вы правильно делаете. Так, что дальше? Егор Пев, я могу создать. Пишите мне в WhatsApp. Будем общаться. Всех добавлю. Вот его данные, смотрите. Егор из Томска. Вот его WhatsApp. Пожалуйста. Но, если вы думаете, сразу все бросятся, тут надо какой-то интерес, чтобы у людей был. Объединять людей, это тоже талант. У меня не получилось. У моих оппонентов, миллионы подписчиков, у меня 10 тысяч. А это за много лет, это за десятки лет. Поэтому я не знаю, получится у вас, не получится. Но я свое дело сделал. Я свое дело сделал. Я объявляю, что вы прислали WhatsApp. Вот он. Так. И я надеюсь, что вы станете основателем нового канала. Татьяна Федосеева. Что-то фамилия знакомая. Друзья садоводы. YouTube любит лайки и комментарии. Предлагаю каждому лайкать, писать комментарии. Я стесняюсь каждый раз говорить. Ставьте лайки. Пусть это будет наша благодарность YouTube за наше общение и повышение рейтинга этих вебинаров. Да, рейтинги не блещут. Вебинары не блещут рейтингами. Так. О! Я как раз-то радиэлектронщик. Так это... Это же я вас цитирую, Егор. Ёлки-палки. Ну надо же. Ну не врубился. Тот Егор и тот Егор. Ну что я скажу? Давайте ваше письмо. Я с наслаждением читаю. Ой, ну извините меня, старика. Я как раз-то Егор радиэлектронщик. А я же нельзя подчеркнул, что вы наш. Вопрос, который вы забрали сегодня в вебинаре. И заказ я сделал на 5 990. Буду засаживать 10 суток. Ну ёлки-палки. Ну здорово. Здорово. Это вы? Ладно, всё, я расчувствовался. Вот. Читаем дальше. Хабаровск. Валерий Константинович. Расскажите, наверное, как правильно делать скелетные прививки на яблоне-дячке. И когда можно из леса перенести на участок дячку. Какой высоты. И надо ли сделать обрезку наполовину. Про обрезку наполовину при посадке на участок обязательно. Это я сразу говорю. А основной, Ирина, давайте так будем дотошными. Видите? Ваш вопрос уже тут. Отвечу, подберу фотографии. Так, возвращаемся обратно. Не туда попал. Где я был? Вебинар. Ага, вот я был. В общем, Ирина, отвечу на следующий вебинар. Постараюсь. Ой, у меня столько писем. У меня получалось так, что я до конца не доходил. И несколько лет назад есть письма. Очень толковое письмо, которое до сих пор не прокомментировал. Еще чудо, Егор, что я ваше письмо прокомментировал. Так. А, вот почему. Вы мне сделали заказ и прислали, ну, 10 рублей. Ладно, ну, в общем, 6 тысячи дайте прислали. Поэтому, может, почему-то, видимо, подсознание-то я его и выбрал. Так. Смотрим дальше. Ирине отвечу. Лучше кротесик не будет, то нападет медведка. Это куда хуже. Медведка съедает корешки только, чтобы зашечь их саженца. Ну, что я скажу? Тут я не компетентен. Принимайте к сведению. Так, дальше. Сергей Гаморзяевога. Если правильно посажено дерево по железу, никакая зараза не берет. Кроты просто порадуются и уходят. Так как о всех жаждущих попробовать. И так далее. О всех жаждущих попробовать. Да. То есть, он что имел в виду? Что если дерево по железу, не по железу. Ну, допустим, в тайге. Есть деревья. Они снизу сразу покрываются грибами. Они не виноваты. Семечко просло. Ему будет жить, хочется жить. А место неудобное, сыроватое. И он уже смотришь. Ему 3-5-8 лет. Я специально наблюдаю. Я хожу по грибы ради того, чтобы увидеть деревья. Которые, особенно опятами, люблю смотреть на опяток. Вот. И мне понятно. Дерево тут короткая жизнь. И в саду она будет короткая, если там неподходящие условия. Понимаете? Вот. А берем идеальные условия. Косточка умудрилась найти себе семечко. Такое место, где уже корневая шейка без грибов не страдает. Одно из тысячи взошло. Тысяча упала, одно взошло. И вот она прекрасно развивается. Это в природе. А мы постараемся, то, что по железу, это повторить эти же условия. Чтобы, косточка, если уж ладно, вынуждены закопать. Ну, чуть-чуть символически. Да, она может не взойти, потому что ей влаги не хватает. Высыхание мгновенно. А дождей может не быть. А вы посадили и забыли. А она не взошла. Она уж если взошла, то фактически такая, как и в лесу. И место вы подобрали хорошее. Южный склон и так далее. И вот получается совершенно здоровое дерево. И, Елена Александровна Савельевич, если вы до сих пор меня слышите, то вспоминаем, мы подходим к дереву. Молодое. Сто веток. Вот торчат. Вот сотни веток. На двух, трех, пяти тля. Что мы делаем? Мы говорим, приятного аппетита. Почему? Абсолютно здоровое дерево. Абсолютно здоровая корневая шейка. Не гниет. Посажено. Правильно? И она совершенно не способна быть уничтожена ни тлей, ни кем. Смотришь, соседняя ветка. Вот так паутинный крест крутил. Я говорю, ну, что я говорю? Ну, Елена Александровна, вспоминайте. Ведь это была учеба. Вспомните, вы же приехали там, набитые этими учеными знаниями. Я вас за это уважаю. Я преклоняюсь перед вами. Мне это не светит. Я не могу всем из два года изучить то, что вы изучили на свежую голову. Преклоняюсь, умница. Вы талантливые... Вы моя талантливая дочка. И когда мы подошли к следующему, а там паутинный клещ взял, скрутил несколько листьев. Превратил их в хижину. Что я говорю? С новосельем! И улыбаюсь, и не собираюсь с ним бороться. А остальное дерево целое. А плодов-то? Сами видели? Покажу в свежей фирме. Без валидола лучше не включайте. Опасно. Вот я так вот разговаривался. Смотрим дальше. Так. Значит, по железу никакая зараза берет, но по минимуму. Скажем так. Уточняю. Зараза берет, но по минимуму. Так. Мирослава, привет. Если уж сильно хочется отли опрыскивать, хотя божьи коровки лучше наш друг в этом вопросе, то применяйте биопрепараты, например, фитоверм. После него даже плоды на третий день можно есть. Не пользуйтесь ядами. Это потом все в почве и в плодах вам же достанется. Ну, что я скажу, Мирослава? Жаль, вы далеко. Я вас расцеловал. Так. Владислав Святыхкар. Здравствуйте. Имеется ли каталог черенков, которые за тобой будут продавать? Или еще рано спрашивать? Нашел в лесу несколько диких яблоков и ваши манджурцы тоже доросли до прививки. Владислав, я пока никому не высылаю каталог. Иногда кто очень просит, говорит, вот он устаревший каталог, прошлогодний. Вот. Цены буду поднимать до 200 рублей. Уж простите. Иначе просто мне не выжить. Вот. Дальше раз. Значит, я ходил. У меня получилось так, что полную картину еще не видел, но я на многих сливах вот такие приросты. На некоторых, вот из сливок, грушек, допустим, да? Так, а что вам надо сейчас? Пики яблони и абрикосы вам надо. Абрикосы просто отличные. И вы эти все засухи по барабану. Абрикосы на любой фантазии. Раз. Яблони. Яблони стараюсь много не резать. До сих пор не прошел страх. Все соседи уничтожены. До последнего яблони все уничтожены. У нескольких яблони 40-летних сохранил один мой сосед, но по одной причине. Он не читал в жизни ни одной статьи. Даже продолжает, без комментариев. Вот. Но вот эта засуха привела к тому, что каких-то черенков может не быть, каких-то может быть мало, а каких-то много. Только с абрикосами проблем нет. А дальше я просто жужу зимой. Придет зима. А еще резать будет рано. Но лист будет сброшен. Вот тогда я посмотрю, и свой каталог сделаю, переделаю, подправлю. Вот. Ну, а вы просто не теряйтесь. Почему? Потому что, знаете, много ли я могу нарезать персиков? Я, когда мне было худо, когда я был погорельцем, и я резал персики подряд, я уничтожил практически персиковый сад. Если бы я не закладывал бы на заначку, не делал бы погреби черенков, у меня вообще бы сейчас не было бы ни одного персика. Вот. Вот это страшная вещь, что резать можно, но немного. Но немного. Ведь какой умница, какой гений Митюнин. Это он сказал. Ограничьте себя, когда режете. Я сам удивлен. Он обычно только про... Как бы для узкого круга, для селекции, для селекции. И вдруг дает практический совет. И ведь действительно, особенно когда человек увлекается прививкой почек, охулировкой, и он режет черенки летом, а остаток дерева, он же должен развиваться, у него тогда просыпаются почки и замерзают. И он же этим советовал. Ограничьте себя. Ограничьте, не режьте сильно дерево. Я 30 лет боролся с этим невежеством. И на 31-м году, сознательное такое уже, ну как сказать, уже опытное в жизни, я прочитал у Мичелина то же самое. Ведь клянусь Богом, я не знал, я не читал пока вот это, уже под старостью лет, на 70-м, 72-м году, я бы взял и прочитал, что оказывается, не один я такой. Что Мичелин это знал, он испытал это на себе, на своей шкуре. Так что про каталог, возвращаемся к разговору, ну пусть не в ноябре, нет, пусть не в ноябре, когда полностью уже этих не будет влезет. Субтитры создавал DimaTorzok, и в ноябре. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,